Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков и Сурдоперед обеспечивает Марат Жумабеков. Журналистское сообщество всей страны понесло невосполнимую утрату. На 1949 году после продолжительной болезни ушел из жизни известный журналист Бесин Абабевич Курамбек. Телеграмму соболезнований семье и близким родственникам направил президент Касмжо Мартукаев. В сообщении главы государства говорится, что Бесин Курамбек занимал особое место в казахской журналистике и сформировал свой профессиональный стиль. Также отмечаются его руководительские способности. Бесин Курамбек родился 9 декабря 1971 года в селе Козлажар Кирблакского района Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовой путь начал с работы корреспондентом, ответственным секретарем республиканской газеты «Спорт». Затем связал свою жизнь с телевидением. Его материалы на телеканалах «Раха», «31 канал», «Хабар» и президентском телерадиокомплексе всегда отличались особым колоритом. В период с 2007 по 2019 годы возглавил Алматинский областной телеканал ЖТСУ. После небольшого перерыва в руководящей работе, которую он всецело посвятил творчеству, в октябре 2014 вновь был назначен на эту должность. Несмотря на сложности и плотный график, именно в этот период с 2013 по 2017 годы ввел рейтинговое социальное бытовое ток-шоу «Айтугаунгай» на телеканале «Казахстан». После этого стал ведущим программы «Харикет» на том же телеканале. Оба проекта обрели популярность именно благодаря Бесену Крамбеку. В передачах он затрагивал самые актуальные темы, помогал людям разобраться в сложных жизненных ситуациях и делал все возможное для решения их проблем. Потому по праву заслужил всенародную любовь, признание и уважение. За свою отличную работу был удостоен специальной премии президента страны, республиканской премии «Тумар» и многих других знаков отличия. Профессионал своего дела, чуткий и отзывчивый гражданин, справедливый руководитель, любящий отец, муж и сын. Именно таким запомнили родные, близкие и коллеги Бесена Крамбека. Его светлый образ навсегда останется в сердцах большинства казахстанцев. Светлый образ Бесена Крамбека навсегда останется в сердцах большинства казахстанцев. Последние полтора года звезда казахстанской журналистики лечился от болезней, но все-таки не смог ее победить. Он ушел из жизни в самом расцвете своих сил, в возрасте неполных 49 лет. Но за это время он оставил яркий и памятный след в истории казахстанской журналистики. Лучшие моменты жизни Бесена Крамбека мы собрали в следующем сюжете. Бесена Крамбека за проницательный ум и профессионализм. Любили и уважали в народе. С самого утра все социальные сети в буквальном смысле заполнили прощальные посты и публикации. Кто-то все еще не верит и не хочет верить в эту трагическую весть. Новость шокировала казахстанцев. Невзирая на карантинные меры, люди не могут остаться в стороне и спешат выразить соболезнования родным и близким лично и посредством социальных сетей. К сожалению, видите, жизнь такая штука, которая никто не знает, кто сколько проживет и сколько ему положено на этом белом свете быть. Он, что такое, 49 лет, молодой такой, заболел, держался он сколько, хотя болел, работал. Я говорю буквально полторы недели назад, и здесь я возле окна стоял с ним разговаривал. Я ему все время говорил, Бесен, не сдавайся, держись. Он говорит, ага, я не сдамся, я выздоровлю, я буду еще рядом с вами, дальше будем работать. К сожалению, этого не случилось. Видите, он ушел от нас. Он оставил незабываемый след в истории казахстанской журналистики, полностью отдавая себя работе. Каждый выпуск его авторского проекта «Айтугаунай» жители страны ждали с особым трепетом. В каждом выпуске истории и проблемы казахстанцев он воспринимал как свои собственные и помогал в первую очередь их решать. Сотни граждан страны благодаря этой программе изменили свою жизнь на 180 градусов. Он мог срывать лавры, он мог построить головокружительную карьеру, говорят друзья и давние знакомые. Но до конца своих дней он оставался тем журналистом, которого любит и ценит прежде всего простой зритель. Я ему предложил же замом по идеологии, особенно сейчас, когда видите, роль прессы, роль информационного пространства очень велика. Когда вот этот институт блогеров появился, вот эти сайты, фейсбуки, твиттеры, вот эти вещи появились. Вот нужен такой человек был, как Песеин, который в этих разбирается. Он говорит, подумаю я, потом мне говорит, что ага, я творческий человек. Здесь много, говорит, надо будет принимать какие-то решения, которые, ну, может быть, в силу Брюге, ну, на кого-то это повлияет, административный ресурс подключать. Понимаете? Я, говорит, это не могу, я, говорит, творческий. Я, говорит, могу, конечно, если скажете, но я, говорит, давайте в творчестве останусь. Он мне так сказал. Вот. И я не смог его убрать. Последние пять лет он уже вторично проработал директором областного телеканала ЖТЦУ и внес в его развитие неоценимый вклад. Именно под руководством Бесена Курамбека в 2015 году в жизни коллектива телекомпании произошло знаковое событие. Переезд в новый, просторный и технически оснащенный дом журналистов. Каждый этап строительства проходил под его чутким контролем. И результат, как говорится, налицо. Сейчас ЖТЦУ стал самым лучшим региональным телеканалом по всему Казахстану. И вклад Бесена Курамбека в это общее дело неоценим, вспоминают его коллеги по цеху. Бесен обладал прекрасными организаторскими способностями. И именно у меня же на виду все это происходило. Поэтому я с большой уверенностью могу сказать, что именно под руководством Бесена Баевича наша телерадиокомпания вышла на новый уровень своего развития. Эта компания сегодня котируется не только в области, но и в республике. Я еще раз хочу сказать, что тяжело осознавать, что его уже больше с нами нет. Но это реальность, от которой, к сожалению, уже никуда не денешься. Его нет, но мы, его друзья, товарищи, соратники, и все, кто его знал, мы всегда будем хранить добрую память о нем. Он воспитал не одно поколение талантливых журналистов, работающих, как говорится, на острие пера. Особенное внимание всегда уделял молодежи. Оценивал человека не по статусу, а по его личным качествам и труду. Результат. Сейчас почти 80% телеканала ЖТСУ формируют именно молодые и перспективные кадры, которые в будущем, несомненно, внесут значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Одной из его жизненных философий, это была философия Айкидо, передвижение внутренней энергии, ее передача. Большое количество ребят, я думаю, были вдохновлены его мотивационными встречами. Он часто ездил по районам, по учебным заведениям, встречался с молодежью. И многих это мотивировало и побуждало к действиям, способствовало их становлению как профессионалов в разных сферах деятельности. Талантливый журналист, заботливый отец, справедливый руководитель и просто хороший семьянин. Именно таким запомнят Бесена Курамбека общественной страны. Пожалуй, равнодушных к смерти известного журналиста нет. Скромный, но в то же время целеустремленный Бесен Курамбек вдохновлял миллионы мальчишек и девчонок искать себя в этой сфере. Несмотря на плотный график, он всегда находил время провести мастер-классы для начинающих журналистов. Впереди у него было много планов. Он не собирался прощаться, обещал быть рядом всегда. Но судьба распорядилась иначе. Тяжело говорить, когда из жизни уходят такие светлые люди, как Бесена Баевич. Мне посчастливилось с ним тоже проработать, терять лет. И пока живы его родные, пока живы те, с кем он работал, светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах. Это был светлый, умный, деликатный, воспитанный, замечательный человек. Как жаль, что такие люди покидают нас. Царство Небесное, Бесена Баевича, вечная память в наших сердцах. С теплом и благодарностью о нем будут помнить не только коллеги и друзья, но и все те люди, в чьей судьбе он принял участие, помог словом, делом и поддержал дух. Светлая память хорошему журналисту и человеку с большой буквы. Траурная панихида пройдет завтра, 19 мая, в 10 часов в здании Дома журналистов, где Бесен Хурамбек и проработал последние 5 лет руководителем телеканала ЖТСУ. Позвольте напомнить всем, кто намерен принять участие в траурном митинге и прощальном панихиде, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и надеть маски и перчатки. В Алматинской области зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 7 дней 29 фактов. Тем самым прирост составил 2%, что меньше республиканского показателя на 5%. Поэтому почти во всех регионах области поэтапно вводится послабление карантина. Исключение Кигенский, Талгарский районы и Талдыкурган. Об этом рассказал главный санитарный врач области на заседании с регионами под председательством Аманды Кабаталова. С начала пандемии в Алматинской области проверено на коронавирус более 30 тысяч человек. Действуют 4 стационарные и 2 передвижные лаборатории, которые ежедневно обследуют более тысячи пациентов. Уже выявлено 212 случаев заражения. К счастью, больше половины, точнее 135 человек, уже избавились от недуга. Жесткие карантинные меры до сих пор действуют в Талдыкургане, в Талгарском районе и Кигенском. Кстати, в Кигенском. Последний случай заболела женщина, разносившая еду. Круг контактных лиц составил 200 человек. Все они под наблюдением. Руководителям тоже хочу сказать, по Кигене, я говорил, а кем району слушает, от вас тоже зависит. Ты должен за людей переживать. Видишь, еще одна появилась, которая ездила. Раз она ездит, ты должен был с ней, твои люди должны были сказать, слушай, нигде не контактируй. Тем более ты ездишь в зону, очаг ездишь, там, где есть коронавирус, 10 раз ее каждый день проверять. Ударила пандемия по многим секторам. В качестве реабилитации экономики и благосостояния народа руководство области в рамках дорожной карты занятости создаст более 23 тысяч рабочих мест. Из 977 проектов договор подписали 840 проектов, которые сейчас на стадии реализации. По 123 еще ведется конкурс, по остальным 14 скоро объявим конкурс. Все детали уже прорабатываются. Данные меры помогут создать дополнительные рабочие места и новые налоговые поступления. Также даст импульс для стабилизации экономики. Почти не пострадала от мировой пандемии сфера сельского хозяйства. Контролируя ход посевной лично, Акимобласть обеспечил труженикам села, зеленый коридор на блок и санитарных постах. Своевременную поставку автозапчастей, горючих смазочных материалов и другую помощь, что дало на сегодня выполнить 93% полевых работ. 50% удобрения получили и также дальше удобрения получаем. Кредитование тоже идет, по ним проблем нет на сегодняшний день. По савзаводам мы на прошлой неделе проехали Аксусский савзавод, с ИТРМ переговорили. Сегодня 50 человек, в течение месяца 200 человек будут работать на подготовительных работах, запуску завода. По коксусскому работам тоже идут по графику, там проблем тоже нет. Талдыкурган и Алматинская область по праву считаются самым зеленым регионом страны. От чистоты воздуха зависит и здоровье населения. Поэтому на озеленение населенных пунктов руководством области ежегодно выделяются бюджетные средства. Только в Талдыкургане планируется высадка 5,5 тысяч саженцев. Но посадить деревья одно, уход за ними требует внимания и хозяйского подхода. Однако не каждый руководитель района может этим похвастаться. Жесткой критике подвергся Аким Куксуцкого района из-за халатного отношения к зеленым насаждениям. Штаты дали, все необходимое дали. Если Агаш каждый год будешь пересаживать, слушай, тогда уже на второй год за свои деньги пересаживай. Если не будешь за этими деревьями смотреть. Вот на примере Куксуцкого района я всех Акимов предупреждаю. Раскритиковал Аманда Кбаталов и длинные очереди на блокпостах Талдыкургана. Люди вынуждены по 40 минут стоять, чтобы заехать в город. Глава края поручил в кратчайшие сроки увеличить количество сотрудников на постах и обеспечить быстрый пропуск транспортного потока. Продолжаем выпуск. На основании нового постановления главного госсанврача региона будут сняты блокпосты между районами и городами, за исключением территорий с неблагоплощенной ситуацией по COVID-19. Уже с сегодняшнего дня формируются дежурные группы в дошкольных учреждениях для работающих родителей. Открылись и магазины непродовольственной продукции площадью не более 2000 квадратных метров. Однако действие постановления не распространяется на Талгарские, Кигенские районы и областной центр, являющиеся очагами коронавирусной инфекции. Напомним, в Талдыкургане на минувшей неделе выявлено сразу несколько очагов распространения COVID-19. Пока еще под запретом деятельность культурно-развлекательных, религиозных и других объектов с массовым скоплением людей. Рестораны, кафе и точки общественного питания продолжат работу методом доставки. На сегодняшний день 8 объектов закрыты на карантин. Это места проживания заболевших граждан и два учреждения. Масочный режим по-прежнему обязателен. По городу Талдыкурган 13 случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим мы, согласно постановлению, которое вышло сегодня, главного госанврача Алматинской области, мы, посоветовавшись в штабе, вынесли свое постановление не на пославление. То есть данные объекты, которые вошли в 11-е постановление главного госанврача Алматинской области, в течение определенного периода они пока деятельность свою возобновлять не будут. Вечная память. 7 мая ушел из жизни почетный гражданин Алакольского района, ветеран войны и труда Нургали Искаков. Всего два дня он не дожил до 75-летия Великой Победы. Он родился в 1927 году в селе Якпенде Алматинской области. Война застала его в возрасте 13 лет. В 1944-46 годах служил на Севастопольском морском флоте. В послевоенные годы работал агрономом, главным зоотехником колхоза и секретарем партийной организации. За всю свою жизнь он получил огромное количество наград и регалий. Почетная грамота Верховного Совета Казахской АССР, Орден Трудового Красного Знамени и так далее. К сожалению, 75-летний юбилей Победы он так и не увидел. Родственники Нургали Ата впервые встречают в праздник без главы семейства. Добавив от имени президента Российской Федерации, он удостоился юбилейной медали за Победу. Награду получили потомки ветерана. Каждый год, 9 мая, мы собирались дома здесь, в Большой Дастархань, собирались, сидели, вспоминали. Он этот день сильно ждал. После этого, с первого с утра, он на площадь, обычно как на площади мероприятия же, там кухня, солдатская кухня. После этого здесь уже радостное такое настроение, сидели мы и отмечали вот этот праздник День Победы. Отец для нас и для всех, вот это знает, те, кто знает, в селе, в этом городе он был порядочным, партийным воспитанием, идеалом. В этом году ушел из жизни для нас всех это было очень тяжело, потому что мы, хоть он и не был молодым, но для нас это было очень неожиданно и тяжело. То есть здоровье было хорошее, да? Да, он очень, ну, он все время выходил на улицу, все время у него есть друзья, были друзья, они все время собирались, дедушка все время бегал. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова